МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на обещание посвятить все оперативное совещание вопросом поддержки бойцов СВО и их семей, Ради Фаритович начал оперативное совещание в минувший понедельник с восхваления самого себя и собственных достижений. Как он выразился, удалось устранить нюансы статистики, и Республика Башкортостан вновь вышла в лидеры по вводу жилья. Полтора миллиона квадратных метров за первые полгода были введены в строй в Республике Башкортостан. И, по словам главы региона, это восьмое место в Российской Федерации. Прирост объема вводимого жилья составил 5% к тому же самому 22-му году, в котором, к слову сказать, ввели 3 миллиона квадратных метров. То есть тут с арифметикой не очень все здорово, но, в общем, 3 на 3. Хабиров утверждает, что 3 миллиона в год квадратных метров это теперь норма для Республики Башкортостан, и будем стремиться к большему. Прошлый год был беспрецедентный за всю историю существования Республики. 3 миллиона квадратных метров было построено. И, как мы договорились, раз мы эту страницу перевернули, никаких объективных предпосылков у нас и субъективных нет. Могут субъективно, только наша некачественная работа. 3 миллиона – это для нас все решенные вопросы вперед. Примечательно, что достижение это стало возможным только после того, как удалось подкрутить некие статистические данные, о чем Хабиров, собственно, и не умолчал, чего и не скрывал, и честно и чистосердечно нам сообщил, что это достижение стало возможным только путем неких статистических... Уважаемые коллеги, периодически статистическая информация. Башкорстан выправил ситуацию чисто, я так понимаю, там были какие-то нюансы с статистикой были. А еще Радифоритович сообщил нам о том, что на минувшей неделе был проведен в Уфе некий Всероссийский антикоррупционный форум. На прошлой неделе прошел большой Всероссийский антикоррупционный форум финансо-экономических органов, и у нас, правда, это была большая честь. Вот тут простодушный глава региона, конечно, не уловил той коварной иронии, которая была у федеральных властей, когда было принято решение о проведении антикоррупционного форума именно в Уфе. Радифоритович очевидным образом намека не понял. Ну и, собственно, этот форум был очень полезной площадкой для всей команды ХЭ. Они там очень много узнали о том, как ловят коррупционеров, какая бывает новая коррупция в России. Наверное, многому научились, многое узнали, для себя почерпнули много полезного. Так, собственно, Хабиров и сказал. Кроме всего прочего, он вчера публично сформулировал даже собственную формулу отношения к коррумпированным соратникам. Все коллеги знают нашу позицию. Я, когда какая-то неразбериха вот в казуистике уголовной, и когда я, очевидно, не вижу, что человек взял или что-то сделал, я всегда сторонник разобраться сюда. Но если прямое в карман взял, вы знаете, сегодня же до свидания, чтобы мы больше никого не видели. Тем самым, дорогой Радифоритович, отчетливо дал понять коллегам, что усложнение запутывания коррупционных цепочек, их важнейшая задача и залог сохранения должностей, зарплаты и, собственно, свободы. То есть Хабиров напрямую дал завет своим друзьям, товарищам и членам команды, что вот так по-простому, как Беляев, Кутербаев и прочие некоторые мэры городов Республики Башкортостан, вот так вот воровать нельзя. Надо воровать витьевато, замысловато, заметать следы и прочее, прочее. А иначе, как он сказал, до свидания и чтобы не видели. Не забыл в своем вступительном слове к оперативному совещанию Хабиров и про Парк Патриот. Он сообщил, что у парка будет четыре очереди строительства, и возводиться он будет вплоть до 2025 года. Хабиров бесконечно говорил о важности и значимости этого объекта. И отчего-то он твердо уверен, что этот милитаристский аттракцион будет востребован в России так долго, аж до 2025 года он его будет строить, вводить в строй, развивать, расширять, населять его детьми и взрослыми. Ну, в общем, игрушка любимая, это понятно. Завершил свое пространное вступление в оперативное совещание Хабиров успехами развития инвестклимата. Он, инвестклимат, у нас в республике поистине райский. Ну, посудите сами. По словам Радия Фаритовича, чтобы получить государственную поддержку льготами, налогами, землей и субсидиями, инвестору теперь не обязательно подтверждать наличие денег, их происхождение и чистоту. Не обязательно гарантировать организацию новых рабочих мест. Не обязательно гарантировать мультипликацию налоговых поступлений. Ну, чем не офшорный рай? Очевидно, что инвесторы из далекой Колумбии и далекого Афганистана уже собирают чемоданы и пропахшие кокаином деньги, чтобы вложить их в инфраструктуру и промышленность республики Башкортостан. Решили все-таки поговорить о ситуациях на дорогах в ЖКХ и ЧАЭС. И тут, как говорится, дал дрозда министр транспорта и дорожного строительства господин Колебанов Александр Владимирович. Он нам стал сообщать статистику ДТП, к которой мы традиционно относимся внимательно, и вот теперь, как говорится, Александра Владимировича поймали за руку. Он нам сообщил, что ДТП на минувшей неделе случилось 68, пострадало 73 человека, погибло 11, а всего в республике погибло 182 человека. То есть плюс 2 к 2022 году. И вот тут мы взяли калькулятор и стали проверять. В прошлый понедельник, 17 июля, Колебанов сообщал о суммарном количестве 166 погибших. В этот понедельник, 24 июля, он сообщает о суммарном количестве 182 погибших. Позвольте, разница составляет 16 человек, а не 11, которые Колебанов показывает на слайде. Судя по всему, Радий Фаритович тоже заподозрил подвох и стал спрашивать, так, подождите, что-то там как-то не сходится. Колебанов тут же заявил, что эти 5 погибших – это не наши. Плюс 2, но это пооперативные, у нас из-за этого плюса 5 человек 100% уходят, это не наши. Теперь у меня вопрос, это что за новое изобретение, что за новый экзерсис учета? Теперь погибшие на дорогах республики Башкортостан в ДТП будут делиться на наших и не наших? Кто такие эти, не наши? Я боюсь предположить, что это были солдаты НАТО, но, скорее всего, нет. Колебанов, похоже, отчаялся улучшить статистику гибели и травматизма на дорогах республики. Он, наверное, еще не знает, что июль, август и сентябрь – это самые критические месяцы по количеству погибших и пострадавших на дорогах, и оно будет обязательно расти в эти месяцы, еще более ухудшая его без того плохую статистику. В общем, теперь ему похвастаться перед Ряди Фаритовичем будет нечем, а Ряди Фаритович все серьезнее мощит брови, а у Клебанова все так и ничего не получается. И, в общем, прибегнул Александр Владимирович к нехитрым таким детским, прямо скажем, ухищрениям. Вот эти пятеро погибших – это они, конечно, погибшие, но они не наши. Чьи они, Александр Владимирович? Татарстан возьмет их в свою статистику или как вообще? В общем, объяснений не было, равно как и не было разговора о ямочном ремонте дорог, о вообще ремонте дорог и о нанесении на эти дороги разметки. Судя по всему, эта тема теперь будет закрытой, потому что ремонт дорог и ямочной, и текущей, и основной полностью провален в Республике Башкортостан, и говорить тут, как говорится, не о чем, когда мы говорим только о достижениях, о результатах и о процветании. Далее слово и куратору чрезвычайных ситуаций. Фарид Рифович Гумеров твердо и решительно заявил, что на утро 24 июля действующих лесных пожаров в Республике Башкортостан нет. Все, что было, все ликвидировано. Ну, как говорится, поверим на слово. Действительно, ЧС Республики работала в последние недели напряженно и отчаянно. Возгорание, сушь и жара, конечно, были, но, судя по всему, справились. Даже там героически спасли пожарных, которые чуть сами не сгорели на пожаре. В конце сезона, как обещал Гумеров, пилотов пожарного вертолета за это решено наградить. Ну, наверное, заслужили. А вот госпожу Голованову решили вообще не заслушивать на этом заседании. Понятно же, что в сфере ЖКХ в Республике Башкортостан все идет великолепно, и что, как говорится, время терять. По прошествии примерно половины оперативного совещания все-таки перешли к главному вопросу, главной теме этого совещания поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Хабиров сказал краткое вступительное слово, где он сообщил, что в Республике Башкортостан выстроена своя собственная система поддержки участников СВО и членов их семей. В дополнение к федеральной системе. И главная задача, как ее объяснил Хабиров, это реализовать все меры поддержки, и к этому нужно относиться с душой. Помимо нашей все-таки служебной обязанности, эта работа должна по-особому быть выстроена, и к ней надо относиться с душой и с уважением. Я об этом всегда говорю. Для нас приоритет работы управленческой команды Республики, поддержка обороноспособности нашей страны и оказание помощи членам СВО и членам их семей. Отмечу, что выступали на тему поддержки участников СВО и членов их семей только женщины. И первой выступающей была госпожа Игдисамова Лира Закуановна, министр финансов, которая объяснила нам финансовую подоплеку этой поддержки. Она сообщила нам, что в Республике Башкортостан действуют 33 меры поддержки участников СВО. Общая сумма ассигнований на все эти меры составила 4 миллиарда рублей в год. Про себя отмечу, что это столько же, сколько получила госпожа Голованова на подготовку к отопительному сезону по Республике Башкортостан. Поддержка участников специальной военной операции членов их семей в Республике Башкортостан идет по пяти направлениям. Первое направление – это образование. Дети участников СВО получают льготы при получении мест в дошкольных и школьных учреждениях. Получают льготы по оплате услуг этих учреждений и в детские сады, например, они ходят бесплатно. Ну и также у них есть некие послабления, например, по питанию в школах и так далее. Второе направление – социальная защита. Это помощь беременным, беременным членам семей, участников СВО. Газификация, выделение неких сертификатов, ну и социальные услуги на дому. Список оканчивается социальных благ, которые обрушились на участников СВО. Третье направление – медицина. Это психологическая помощь и санаторно-курортное лечение для бойцов, вернувшихся с СВО и членов их семей. И где самого отдельно отметила, что теперь есть некое новшество и путевку, например, в санаторий, боец СВО может разделить со своей женой. Правда, вдвое уменьшается количество дней, которые они там проведут. Четвертое направление – трудоустройство и занятость, которое тоже, в общем-то, можно было отнести к блоку социальной защиты, но ладно. Собственно, трудоустраивают вернувшихся с СВО и членов их семей. А также им предоставляется бесплатная профессиональная переориентация, то есть обучение на новые профессии. И пятым пунктом в этой всей поддержке является иное. Иное – это бесплатные дрова, проезд на транспорте и отмена пени по ЖКХ. Согласитесь, щедро. Не отмена оплаты услуг ЖКХ, а отмена только пени на просроченные услуги ЖКХ. Ну, как говорится, с барского плеча. Тех, кому посчастливилось вернуться со специальной военной операции, Лира Игдесамовна безоговорочно готова обеспечить протезами, конечностей и психологической поддержкой. По ее словам, уже аж 15 человек к ней обратились с этими вопросами. Ну, прямо скажем, немного. Выслушав министра финансов, Хабиров рекомендовал госпоже Игдесамовой не ограничиваться разовой выдачей дров семьям участников СВО, а эту практику, как говорится, распространить и на последующие года. Также Ради Фаритович затронул деликатную тему помощи членов семей, пропавших без вести на СВО. Оговорившись, правда, что численность таковых ему неизвестна, а забота об этих семьях на плечах глав районов и депутата Государственной Думы Панькиной. Ну, непонятно, почему именно госпожа Панькина ответственна за судьбу пропавших без вести на СВО и их семей. Следующей выступавшей была некая Кульцарина Гульнур Галинуровна, возглавляющая в Республике Башкортостан филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Этот фонд совсем недавно был учреден чуть ли не лично Путином и распространился мгновенно, как лесной пожар по всей Российской Федерации. Я заглянул в источники, посмотрел, кто же такая вот эта Гульнур Галинуровна. Женщина, конечно, она выдающейся судьбы. Депутатка Государственного Собрания Республики Башкортостан, естественно, от партии «Единая Россия». В прошлом сотрудник администрации Муртазы Рахимова, а значит, коллега Радия Хабирова. Имеет она опыт работы в структурах реабилитации ветеранов военных конфликтов. Вообще, женщина очень длинной и разнообразной судьбы. Так вот, эта самая Гульнур Галинуровна сообщила нам, что фонд начал работу с 1 июня 2023 года по адресу Менгажева, 107. У нее аж 6 заместителей. Это тоже очень показательная цифра, прямо как у вице-премьера Абдрахманова. И еще у нее есть 40 сотрудников, социальных координаторов, двое из которых находятся непосредственно на Менгажево, 107, в центральном офисе, а еще 38 человек разбросаны по республике Башкортостан. Ну, то есть, менее одного человека на два муниципалитета республики. Фондом оказываются услуги психологической, медицинской, юридической помощи, решаются вопросы трудоустройства, обеспечивается поддержка патриотического тонуса ветеран. Выслушав вот этот гульнур из «Единой России», Хабиров предположил, что по ходу того, как на СВО все будет идти по плану, работы фонду существенно прибавятся. И численность специальных координаторов, которые там работают, будет увеличена до 180 человек. То есть, в 4,5 раза. Ну, честно сказать, это пугающий прогноз. То есть, Хабиров как-то очень уж уверенно об этом заявил. Видимо, какие-то тайные планы об этом существуют. Далее заслушали доклад еще одной начальницы, еще одной организации по поддержке семей участников СВО, некого комитета семей воинов Отечества, который тоже был учрежден по личному повелению Владимира Владимировича Путина. Гражданка Мацкевич, впрочем, ничего нового нам не сообщила из того, что мы уже услышали ранее от Игдесамова и вот этой вот самой гульнур из «Единой России». В целом, доклад этой Мацкевич был тем же самым, о том же самом, и что они точно так же заботятся о тех же самых проблемах, социальная поддержка, защита семей, там, тра-та-та и так далее. Лично мне в целом стало понятно, что количество организаций, занимающихся теплой заботой о ветеранах и их семьях, в скором времени будет стремительно расти, расти как грибы после теплого бюджетного дождичка, потому что все они, в общем, в конечном итоге замкнуты на бюджетное финансирование. То есть все они, значит, пристроятся к определенным статьям расходов бюджета и будут эти, как говорится, деньги осваивать во благо участникам СВО, которым посчастливилось вернуться живым оттуда, либо членов их семей, которых они будут всячески обихаживать. Мы помним, что в момент, когда был создан вот этот вот первый фонд «Защитники Отечества», прозвучал такой громкий скандал, что чуть ли не 80% первоначально выделенной суммы на их содержание и на их действия, на их функции, вот 80% этих денег было запланировано потратить на сам фонд, на его существование, на зарплаты, на аренду помещений и так далее. То есть такое вот внутреннее перемалывание бюджетных денег. Ну, посмотрим, как дальше это все будет развиваться. Но, повторюсь, численность этих организаций, конечно, наводит на мысль о том, что это размножение сущностей, а не исполнение задач этих сущностей. Хабиров подытожил обзор деятельности властей и общественников по заботе о участниках СВО и их семьях. Он заявил, что система выстроена, инструменты есть. Также он сообщил, что бюрократическое отношение к участникам СВО и их семьям будет безжалостно караться его личным негативным отношением. Каждый случай бюрократического, скажем, я уж не говорю грубого, бюрократическое отношение к военнослужащим и к членам семей будет предметом очень негативной стороны моей реакции. Это я вам твердо обещаю. Ну, как говорится, напугал. Хабиров, безусловно, обращался к главам районов, которые зачастую действительно не очень радиво относятся к желаниям и чаяниям членов семей, участников СВО. Мы уже многократно слышали обо всяких историях, когда то дрова не нарубят, то еще что-нибудь там не сделают. Ну, в общем, вот как-то так. Дрова, безусловно, становится какой-то центральной услугой, которую оказывает государство ветеранам военных действий. Отдельно Хабиров в своем заключении уточнил, что количество коллег и инвалидов, вернувшихся со специальной военной операции в республике Башкортостан, категорически незначительное. Их исчисляют, как он выразился, десятками. Не понимаю, к чему он это сказал. Вообще есть определенные военные пропорции, количество раненых, количество убитых и так далее. Тут надо отметить один характерный нюанс. Всем выступающим на вот этом оперативном совещании по теме СВО, включая самого Хабирова, удалось виртуозно обойти вопросы статистики. Не прозвучало практически ни одной цифры. Количество участников СВО из республики Башкортостан, количество погибших, количество раненых, количество пропавших без вести. Ни одного этого параметра оглашено не было. Ну, это и понятно. Иначе бы за разглашение величайшего секрета и государственной тайны пришлось бы срочно арестовать половину правительства республики Башкортостан. Посвятив заботе о воинах и их семьях примерно половину времени оперативного совещания, Радий Хабиров вернулся к главному в своей жизни, к праздникам. С нескрываемым предвкушением, веселья и сытости Радий Хабиров зачитал список своих развлечений на ближайшее время. 24 июля – открытие и проведение сурдолимпийских игр в Уфе. 26-27 июля – форум «Умный город» в Уфе. 12 августа – международный, я бы сказал, межгалактический фестиваль «Башкирский конь» в Баймаке. 26 августа – дни республики Башкортостан в Подмосковье. Как ни удивительно, в Подмосковье праздник республики пройдет именно в городе Красногорске, в том самом городе, который 4 года назад покинул Радий Фаритович, и где кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали, когда он отчаливал от перона города Красногорска, но вот теперь он грозно возвращается туда напомнить о себе. Хабиров разразился длинной речью о том, что вообще Подмосковье – это очень перспективно, что там куча инвесторов, что там, значит, все прекрасно и замечательно, и мы оттуда будем черпать вдохновение и деньги. Стало понятно, что братья-инвесторы из Армении, похоже, отходят на второй план, и теперь к нам вернутся красногорские товарищи. Ну, у Радия Фаритовича 26 августа будет время передать привет замечательной фирме «Клерлайт», например, которая нам поставляла из Красногорска те самые пиксельные елки, ну и много чего там, видимо, интересного еще осталось у Радия Фаритовича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова